Добрый вечер, дорогие друзья! Мы приветствуем всех тех, кто заботится о своём здоровье и здоровье своих близких. В прямом эфире на телеканале Грудно Плюс программа «Доктор вас слушает». В ближайшее эфирное время задавать вопросы доктору вместе с вами буду я, Наталья Заиграева. Тема нашей сегодняшней беседы – миома матки. Надо сказать, что с этим диагнозом не понаслышке знакомы очень многие женщины. Согласно данным медицинской статистики, миома матки диагностируется у каждой третьей представительницы прекрасного пола в возрасте старше 35 лет, что делает это заболевание самым частым женским заболеванием в детородном периоде. Первый вопрос, возникающий после слов врача «У вас миома?» – конечно, вопрос «Что делать?». Частый вердикт гинекологов-хирургов в таких случаях – резать. И ложатся пациентки на операционный стол и удаляют у них матку, зачастую вместе с яичниками, причиняя при этом не только физическую боль, но и нанося психологическую травму. Насколько опасна миома матке? В каких случаях необходимо обязательно ее удаление? И какие современные методы лечения этого распространенного заболевания предлагает нам медицина сегодня? Эти и другие вопросы мы обсудим вместе с вами. Набирайте номер телефона нашей студии 77-33-37, участвуйте в разговоре. А в гостях у нас заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Гродненского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Людмила Витольдовна Гутикова. Здравствуйте, Людмила Витольдовна! Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Спасибо, что Вы приняли наше приглашение. Ну и вот, судя по данным статистики, это заболевание миома матки является весьма распространенным. Но мы слышим часто разные диагнозы. Миома, фибромиома, лейомиома, рапдомиома. То есть самое различное название. Что это? Это разные заболевания или это разные формы одного заболевания? Лейомиома и рапдомиома и фибромиома – это, в принципе, одно и то же. Это миома матки, которая действительно встречается достаточно часто. И она встречается не только у женщин после 40 лет, когда она встречается в 40% случаев. Кроме того, у женщин и моложе 30 она также может встречаться. Я Вам хочу сказать, уважаемые телезрители, что очень часто мне приходится оперировать женщин достаточно молодых, которые имеют миому матки. И сейчас имеется тенденция к омоложению этого заболевания. Могу также сказать, еще один из факторов, который способствует увеличению частоты миомы, это то, что наши девушки откладывают рождение детей на более поздний срок в связи с карьерой или какими-то другими делами. Поэтому здесь нужно каким-то образом найти то решение, которое было бы оптимальным, чтобы и родить ребенка, и избежать такого заболевания. А как вообще в нашем регионе обстоят дела? Вот мы, я немножечко озвучила цифры статистики, а как у нас дела? Мы отличаемся как-то от других стран? От европейских стран мы совершенно не отличаемся. У нас такая же статистика. Вы совершенно правильно, Наталья, сказали, что у каждой третьей женщины практически встречается это заболевание. Но наибольшая частота встречается ближе к 40 годам. Ближе к 40, начиная от 35. То есть это такой вот именно возраст, когда пик приходится на это заболевание? Да. Потом уже, когда женщина вступает в климактерический возраст, у нее начинается регресс. Регресс этой миомы с угасанием менструальной функции. То есть объясним нашим телезрителям, что регресс – это обратное развитие, правильно? Обратное развитие миомы. И когда заканчиваются все функциональные резервы у женщины, тогда и наступает обратное развитие этого заболевания. То есть когда прекращаются менструации. Перекращаются менструации. Матка перестает циклически изменяться, и это все приводит к регрессу. Ну, хотя бы этот момент радует, что можно, как бы, так сказать, немножечко свести к минимуму. Что настораживает, конечно, и опасно, опасно, это то, что у женщин репродуктивного возраста возникает это заболевание. Поэтому хочется обратиться к нашим уважаемым девушкам молодым, которые планируют беременность, к нашим женщинам, чтобы они незамедлительно при возникновении симптомов, таких как боли, как болезненные менструации, обильные менструации, межменструальные кровотечения или какие-либо другие настораживающие их возникшие жалобы сразу же обращались за помощью к акушеру-гинекологу. То есть это вот то, что вы перечислили, это как раз первые или уже не первые признаки фибромиомы или миомы, скажем так? Зачастую, зачастую опухоль, а это доброкачественная опухоль, доброкачественная опухоль, она никак себя не проявляет на начальных стадиях. То есть можно ходить с миомой и не знать об этом? Абсолютно верно. И очень часто при профилактических осмотрах, при проведении УЗИ-диагностики ультразвукового исследования у женщин обнаруживается это заболевание. И опять же, опять же, настоятельная моя рекомендация сводится к тому, чтобы с результатами этого ультразвукового исследования сразу же обращаться к акушеру-гинекологу. Давайте, раз мы уже начали с вами о визитах к акушерам-гинекологам, вообще как по профосмотрам, как часто женщина должна проходить осмотр врача-аккушера-гинеколога? Желательно два раза в год с ультразвуковым исследованием. Да, раз в полгода, это такая рекомендация, потому что могут быть всякие факторы различные, которые провоцируют рост и развитие тех или иных заболеваний женской половой системы. Возникают они почему? Во-первых, это дисгормональные нарушения. Дисгормональные нарушения обусловлены нарушением синтеза гормонов женских половых. И к этому дисбалансу могут привести такие факторы, как стрессы. Казалось бы, у кого их нет, а не у всех есть стрессы. И на фоне стресса, например, миома может возникнуть очень стремительно и вырасти очень быстро, даже в течение полугода. Да, я недавно оперировала женщину, у которой выросла миома за год на 10 недель. То есть у нас, акушеров-гинекологов, мы меряем миому в неделях беременности. То есть достаточно быстро. Вот этот быстрый рост миомы может быть при недостаточном контроле женщины, он даже спровоцировать различные осложнения. Ну, а когда уже женщины динамически наблюдаются, то, во всяком случае, возникает время для принятия каких-то мер, правильно? Конечно, конечно. Поэтому очень важно, дорогие телезрительницы, следить за своим здоровьем и регулярно посещать врача-акушерогинеколога. И выполнять ультразвуковое исследование. Эти женщины с миомы матки, они ставятся на какой-то специальный учет, они сдают какие-то специальные анализы или как? Конечно, конечно. Придя к акушеру-гинекологу, весь необходимый объем обследования врач назначит. И в соответствии с этим лечение. Чем обусловливается лечение? Во-первых, расположением узлов. Узлы могут располагаться как в теле матки, так и в шейке матки. И тактика разная от этого. Да. И от вида, соответственно, вот что вы правильно сказали, от вида миомы. Виды могут быть, опять же, различные. Расти эта миома может как внутрь матки, она может располагаться в толще и может расти в брюшную полость. То есть как бы снаружи. Как бы снаружи, да. И в связи с этим, опять же, и лечение разное. Разное. И симптомы тоже разные. Если, например, миома растет в брюшную полость, то симптомы могут быть, касающиеся с давлением органов. Например, если давит узел на мочевой пузырь, то, соответственно, нарушение мочеиспускания может быть. Если давит сзади на прямую кишку, нарушение дефекации. То есть это тоже должно женщин нацелить на то, что что-то не так. Если, например, запоры или наоборот... Получаются совсем не гинекологические какие-то признаки. Правильно. То есть это не гинекологические признаки. И бывает даже так, что женщина идет вначале к урологу, например, или к проктологу. Со своими жалобами ей же нужно куда-то пойти. Да, к смежным специалистам. Женщина идет, хотя на самом деле проблема то, собственно говоря, наша. Если узел располагается внутри матки, если он растет в полость матки, то наиболее частым проявлением это является кровотечение. И в связи с этим женщина часто попадает в больницу с кровотечением. Вот. И я хочу сказать, что здесь вот эти вот узлы, которые растут внутрь матки, они являются наиболее опасными, потому что приводят к анемии, приводят к большой, могут приводить к большой потере крови женщины. Ну а вот миома, которая располагается в толще миометрии, в толще мышечной ткани матки, она также опасной является? Она является по сравнению с этими двумя менее опасной, но все зависит от размера. То есть, конечно же, чем больше размер, тем больше неприятности он может доставить. То есть, соответственно, деформировать может и полость матки, и если разрастается до огромных размеров, то тогда, конечно же, это причиняет очень большие неудобства. То есть здесь жалобы могут сочетаться, как гинекологические какие-то проявления, так и общесоматические, правильно? Да, у меня была одна такая интересная пациентка два месяца назад, я ее оперировала, миома матки была 5,5 килограмм весом. То есть бывают такие эксклюзивные, и это не самая большая, это я говорю из недавних случаев, очень большие миомы бывают у женщин, которые теряют бдительность и не приходят к агушерам-гинекологам. Поэтому тут все ясно. Ответ на вопрос, что делать, уже получен. Дорогие друзья, сейчас время рекламы на телеканале Гродно+. Тема нашей беседы миома матки, телефон студии 77-33-37. Мы ждем вас после короткого перерыва, не переключайтесь. Мы снова в студии, и я напоминаю, что говорим мы сегодня о миоме матки. На ваши вопросы отвечает заведующая кафедра агушерства и гинекологии Гродненского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Людмила Витольдовна Гутикова. Людмила Витольдовна, у нас появились первые вопросы от телезрителей. Это говорит о том, что наша тема с вами актуальна. Это радует. Да. Первый вопрос задает нам телезрительница Ирина. Как можно попасть к вам на прием? Очень хороший вопрос. Очень приятный вопрос. Сразу приятный, да. Попасть ко мне на прием очень просто. Можно записаться в профессорский консультативный центр. Он открылся у нас в декабре. Университетский центр, где принимают профессора и доценты нашего университета. Улица Ватутина, 4. Всю информацию и контактные телефоны можно найти на нашем сайте Гродненского государственного медицинского университета. И в назначенные дни, часы можно совершенно беспрепятственно записаться ко мне на прием, на консультацию. Большое спасибо за ответ такой содержательный. Следующий вопрос от телезрительницы Кристины. Какие половые заболевания, так выразилась, телезрительница могут развить миому? То есть вот это как бы в контексте нашей с вами дальнейшей беседы причины. То есть что может вызвать развитие миомы? Все дело в том, что детальной причины, вот такой, которая, вот сказать, вот это вызывает миому, на этот вопрос однозначно ответить нельзя. Есть факторы риска, которые провоцируют, может быть, либо способствуют росту миомы. Это не только инфекции, передаваемые половым путем, такие как хламидия, уреоплазмы, микоплазмы. Это, как я уже говорила, дисгормональное нарушение. Это ожирение очень часто вызывает, потому что ожирение, оно потенцирует, опять же, все эти гормональные нарушения. Далее, это может быть аборты, регуляции, выскабливание. То есть все манипуляции, которые выполняются на матке, в матке, они также могут способствовать развитию фибромиомы. И, соответственно, стрессы. Кроме того, рост имеющихся узлов может быть, может способствовать также такие процедуры, физиопроцедуры, как, например, баня, как массаж, а также чрезмерное увлечение соляриями, чрезмерное увлечение ультрафиолетовым облучением, инсоляция. То есть вот это все запрещено, это все противопоказано при миомах матки. А каков принцип? Увеличение, улучшение кровоснабжения получается при всех вот этих вот процедурах, что вы перечислили? И улучшение кровоснабжения. И в том числе все же, мы же знаем, что все эти моменты, они являются, например, тоже солнце. Да, ведь это же мутагенное воздействие также на клеточном уровне. Да, рискуем, рискуем. И поэтому, да, ради красоты сомнительного плана мы рискуем тем, что может увеличиться рост опухолей. И не только фибромиомы, но и других, о которых может человек совершенно и не знать. И не знать. И также пигментных пятен на коже и так далее. То есть все это не так уж полезно, как нам кажется. То есть аккуратно нужно со всеми этими вещами. Очень аккуратно. Соблюдать, да. И, конечно, проконсультироваться опять же с доктором, правильно, при каких-то таких моментах. Следующий вопрос у нас от телезрительницы Ирины. Мне 30 лет, у меня два узла. Один 3 см, другой 2,5-2,8 см. Детей нет, но планирую. Что вы мне посоветуете? Вот такой очень актуальный вопрос, весьма распространенный. Миома и возможность беременности. Людмила Витальдовна. Да. Ну вот видите, о чем я говорила в начале нашей программы. Что человеку 30 лет, и она дождалась, пока у нее выросли узлы. Я, конечно, ей рекомендую прийти на консультацию. Вот что я рекомендую. Потому что я не знаю, где они находятся, эти узлы сейчас. Можно ли их удалить оперативным образом на данном этапе. Насколько актуальна у нее сейчас беременность. Есть разные методики лечения неоперативные. Их огромное количество. Возможно, эти узлы подлежат и неоперативному лечению. И она вылечится, и совершенно спокойно, Ирина, да? Ирина, да. И Ирина, вы совершенно спокойно потом забеременеете, и все у вас будет замечательно. Поэтому с УЗИ-исследованием приходите на консультацию, и все мы решим, посмотрим, и определим наиболее для вас эффективный метод лечения. Спасибо за ответ. Ну вот мы сейчас затронули с вами немножечко факторы. Факторы достаточно разнообразные. И, конечно, каждую пациентку прежде всего волнует вопрос, появившаяся у нее фибромиомы, миомы, ее возможность к перерождению в злокачественное заболевание. Ведь что самое страшное? Самое страшное – рак, а возникновение узла – это сразу мысли о самом худшем. Как перерождаются ли миомы в злокачественное, вот это все-таки доброкачественное образование? Либо существует какая-то тенденция, либо опять же какие-то факторы? Вот что вы нам расскажете по этому поводу? Стоит ли бояться? Миомы – это доброкачественное заболевание. И, к счастью большому, к большому счастью, перерождается она крайне редко. Это большая редкость. Но, тем не менее, бывают случаи. Поэтому, опять же, лечить надо. Даже небольшие узелки. Я вам хочу сказать, что раньше бытовало такое мнение среди населения, что если небольшие узелки, ах, ну и что, пускай они останутся. Ничего страшного. Ничего страшного, не будем обращаться. А вдруг пройдет, а у той-то прошло, и у меня пройдет. Ничего подобного. Сейчас в связи с различными и экологической обстановкой, и так далее, очень количество машин, даже банально, если мы возьмем, загазованность, экология. Абсолютно верно. Это все, может, питание опять, да, действительно. Стрессы, про стрессы уже даже не будем говорить, поскольку на каждом шагу. И поэтому ждать того, что само собой что-то уйдет, совершенно это не обоснованно. Поэтому надо сразу же заняться лечением. И, уважаемые телезрители, чем раньше вы этим займетесь, тем быстрее вы избавитесь от этой миомы. Ну или, во всяком случае, возможность иметь, возможность держать ее под контролем. Ну, конечно, конечно. Елена Витальдовна, а сложна ли диагностика? Вот мы говорим уже с вами про УЗИ, ну, при гинекологическом осмотре наверняка существуют какие-то признаки. Сложно ли продиагностировать миому? Больших затруднений в диагностике миомы нет. Больших затруднений. Кроме гинекологического осмотра и УЗИ, есть еще гистероскопия. Это когда специальный инструмент вводится в… с камерой вводится в полость матки, и там можно обнаружить узлы, именно которые растут, как я говорила, уже в полость матки. Кроме того, есть еще и компьютерная томография, есть еще и магнитно-резонансная томография. Это уже когда действительно реально сложно с чем-то нужно дифференциально диагностировать с другими какими-то заболеваниями, тогда применяют вот эти методики. И совершенно точно можно поставить диагноз без всяких затруднений. Затруднений. То есть на сегодняшний день современные методы диагностики… Мы располагаем всеми методиками. Все эти методики у нас в городе также применяются. Конечно. И эта патология диагностируется. Да, абсолютно точно. Большое спасибо за ответ. Дорогие друзья, тема беседы – миома матки. Еще раз напоминаю вам, телефон студии 77-33-37. Ждем ваших вопросов. Звоните, участвуйте в разговоре. У вас есть уникальная возможность получить ответы на свои вопросы в прямом эфире. Не переключайтесь. Мы снова в студии, и тема нашей беседы – миома матки. Как защитить себя от нее и как с ней справляться в случае обнаружения, нам рассказывает заведующая кафедры акушерства и гинекологии Гродненского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Людмила Витольдовна Гутикова. Телефон прямого эфира – 77-33-37. Людмила Витольдовна, у нас продолжают поступать вопросы от телезрителей. Спешу их озвучить. Алена интересуется, могут ли способствовать развитию миомы противозачаточной таблетки. Такой актуальный достаточно, надо сказать, вопрос. Многие женщины используют. Да. Противозачаточные таблетки в качестве контрацепции. Как это сочетается с миомой? Уважаемая Алена, один из методов лечения миомы – это гормональная контрацепция. Однако здесь необходимо обратить внимание на подбор вам определенного гормонального контрацептива. И этим владеет только квалифицированный врач-акушер-гинеколог, который может именно вам конкретно, с учетом вашей конкретной миомы, и с учетом вашей конституции, с учетом ваших особенностей строения и так далее, может подобрать тот или иной контрацептив. Однако я хочу подчеркнуть, что только при небольших миомах возможно лечение гормональными контрацептивами. Если речь идет о крупных миомах, то здесь это уже противопоказано. Это уже делать нельзя. А вот я знаю, что еще применяются такие спирали гормональные, которые также могут гинекологи посоветовать при фибромиоме, при миоме. Как в этом случае? Да, уважаемые телезрители, есть специальные спирали. Они содержат гормон левоноргистрел, который... И эта спираль вводится на 5 лет, и мы несколько зайцев убиваем в одном. То есть в одном флаконе. Одним ударом, да. Здесь мы можем и профилактировать различные заболевания, такие как, опять же, миому, и небольшие миомки даже лечить, гиперпластические процессы эндометрия, а также, конечно же, и контрацепция. То есть и на 5 лет, в принципе, женщина и удобно себя чувствует, и комфортно, и в то же время мы занимаемся лечением профилактики заболевания. Это очень удобно. И даже не одного. И даже не одного. То есть даже не два зайца получается, а больше. И даже есть такое заболевание, как эндометриоз. Опять же, тоже касается матки, аденомиоз, в частности. Которое тоже часто встречается на сегодняшний день. Достаточно часто встречается. И опять же, здесь эта вот спираль волшебная выручает. Спасибо большое за ответ. Следующий вопрос от телезрительницы Татьяны. Опять касательно лечения вот миомы. У меня миома матки. Выписали препарат ЭСМИ, но он очень дорогой. Есть ли какой-то аналог подешевле? Вот такой вопрос по препарату. Уважаемая Татьяна, я хочу вам сообщить следующее. Что вам выписали самый современный препарат. На самом деле ЭСМИ – это селективный модулятор прогестероновых рецепторов. Так шикарно называется группа умно этих препаратов. Но я вам хочу сказать следующее. Как он действует, этот препарат? Он действует тропно на узел. Именно. Целенаправленно. Способствует гибели вот этих вот клеток, которые составляют узел. И начинается саморазрушение узла. Назначается это лечение на три месяца. В течение трёх месяцев женщина каждый день пьёт по одной таблетке. Потом по истечении трёх месяцев необходимо сделать контрольное. И каждый месяц контрольное УЗИ наблюдается за регрессом, за обратным развитием этих узлов. Потом необходимо подождать ещё месяца два, потому что ещё регресс продолжается, отмирание вот этих клеток в узле. И после этого, если нужна операция, то женщину оперируют. И удалять такие узлы после приёма ЭСМИ гораздо легче, чем, например, сразу же без этого лечения. Я могу сказать ещё следующее. Что изначально этот препарат был позиционирован как предоперационная подготовка. Вот я только хотела сказать, что, по сути дела, как подготовка к операции. Но теперь, в связи с очень хорошим эффектом, я тоже имею огромный опыт назначения этого препарата. И я хочу сказать, что с использованием ЭСМИ очень многие женщины избежали операции. Да, он стоит достаточно дорого, но, тем не менее, это того стоит. Ничего не может быть дороже здоровья. Да, есть, так скажем, риск и польза, и в данном случае польза превышает. То есть я считаю, что если есть хоть какой-то малейший шанс избежать операции, то надо её, конечно же, избежать. То есть использовать этот шанс, который даётся как раз, тем более, врачи имеют в руках сейчас такие современные, как вот вы рассказываете, препараты, которым можно так повоздействовать, вот эти вот узлы. Ну и судя вот по всему тому, что вы сейчас сказали, существует масса консервативных методов лечения миомы. То есть операцию избежать возможно, правильно? Да, конечно. Кроме этого препарата есть ещё ряд препаратов, которые с успехом используются. И врачи-акушерогинекологи, все врачи-акушерогинекологи владеют этими методиками, этими схемами и с успехом используют для лечения пациентов. И только в самом крайнем случае, когда у женщин не получается вылечить их консервативно, то есть с помощью таблеток либо инъекций, только тогда возникает необходимость в оперативном лечении. Либо изначально возникают какие-либо осложнения, такие как, например, субмукозная миома, то есть которая растёт внутрь матки с обильным выраженным кровотечением, которое не поддаётся, опять же, нашему лечению. Либо, например, бывают узлы на ножке, когда перекрут вот этой ножки возникает. Это уже экстренные такие состояния. Когда сопровождается температура, когда сопровождается интоксикация и так далее. То есть когда женщина попадает действительно в больницу в таком непростом состоянии. Тяжёлом состоянии, когда её нужно спасать, по сути дела. Когда сразу же необходимо её оперировать. То есть есть такие состояния, когда действительно да. Но если в данной ситуации возможно без операции, то, конечно, лучше обойтись без операции. Людмила Витальдовна, на сегодняшний день, как я знаю, существуют органосохраняющие операции. Раньше мы часто слышали, что удаляют полностью матку вместе с яичниками. На сегодняшний день существуют операции, при которых можно матку сохранить? Конечно, конечно. Эти операции называются консервативной миомектомией, когда мы удаляем токоузлы. Они могут выполняться разными доступами. Наиболее частыми из которых являются лапароскопические. Это через три таких разреза на животе отверстия. Либо входя в брюшную полость. То есть лапаротомно. Оба метода эффективны, оба метода хороши. Но при этом, извините, что я вас перебиваю, и реабилитация легче, чем при полосной операции. Да. Если есть возможность лапароскопить, то, конечно, хорошо. Но если бывают какие-то затруднительные ситуации и невозможно выполнить лапароскопическим образом, то тогда, конечно, и лапаротомным, и, собственно говоря, женщины после этого великолепно беременеют, если речь идёт о выполнении репродуктивной функции, и нормально себя чувствуют. Но что касается яичников, то мы всегда их оставляем. То есть, может быть, когда-то раньше и было такое, что уделяли вместе с маткой, но сколько я вот уже работаю, достаточно долго, и поэтому я вам хочу сказать, что с яичниками мы на «вы» обращаемся. Абсолютно верно. Потому что они вырабатывают гормоны, и мы стараемся всегда, если они здоровы, яичники, конечно же, оставить, для сохранения женщины вашей молодости и красоты. Ну, то есть наши женщины могут быть в этом плане спокойнее. Могут быть уверены, что мы оперируем всегда замечательно. Людмила Витальдовна, время нашего эфира стремительно несётся вперёд, но я всё-таки не могу задать вам такой вопрос, что предупредить гораздо легче, чем лечить. Существуют ли методы профилактики миомы? Ну, конечно же. Наверное, методы профилактики можно отнести к таким стандартным методам, как здоровый образ жизни, как регулярное посещение врача-акушера-гинеколога, как регулярное прохождение ультразвукового исследования, как я уже говорила, занятия спортом, диета, питание. В общем, все такие позиции, которые, в общем-то, профилактируют любое заболевание, в том числе и миомы маткистики. Да, и сохраняют здоровье молодости красоты. И сохраняют здоровье молодости красоты. У нас есть один вопрос от телезрительницы, попрошу вас коротко на него ответить. Виктория спрашивает, нам задаёт вот такой вот вопрос. Мне назначили на приёме народное средство лечения миомы, дровяные сборы. Будут ли они эффективны? Вы знаете, мы к народным сборам относимся очень осторожно, осторожно. Если это назначил вам врач, врач, то, собственно говоря, можно под контролем врача что-то использовать. Я просто не знаю, что ей там назначили, да, неизвестно. Мы не против фитотерапии, но кардинально она помочь, к сожалению, не сможет. Большое спасибо вам за такую интересную беседу. Я думаю, что наши женщины услышали наше с вами обращение, что нужно сохранять своё здоровье. Как говорят, береги честь с молоду, так береги и здоровье с молоду, правильно? И не пренебрегать визитами, как у ширург-гинеколога. Будем надеяться, что сложных пациентов у вас в вашей практике будет становиться всё меньше и меньше. Ну и женщинам хотелось бы пожелать, чтобы берегли себя и своих близких. Спасибо. Основным залогом женского здоровья является тщательная и регулярная забота о нём. Не рискуйте своим здоровьем, наблюдая за тем, как растёт миома. Не бойтесь посетить гинеколога из-за страха, что он порекомендует удаление матки. Современные методы лечения позволят вам держать ваше гинекологическое здоровье под контролем, от которого зависит здоровье наших детей, семей и общества в целом. А закончить наш сегодняшний разговор хочу словами Лопа де Вега, испанского драматурга, поэта и прозаика. У женщины, как опыт учит нас, здоровье с красотою неразлучны. Дорогие женщины, любите себя, дарите свою любовь близким, будьте красивы и здоровы. Помните, многое зависит от нас самих. Вы смотрели программу «Доктор вас слушает» с Натальей Заиграевой. Будьте здоровы и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова